Париж 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 Петр Ильич закончил партитуру Третьей Сюиты к середине июля. То есть весь процесс сочинения, обдумывания, записи и оркестровки занял у него всего лишь три с половиной месяца. Принимая во внимание очень сложную фактуру этого произведения, большой состав оркестра и длительность около 50 минут, следует признать, что Третья Сюита на деле была сочинена очень быстро, как бы на одном дыхании, хотя нам известно, что процесс ее создания был нелегким. В дневниковых записях мы читаем, «Вальс давался мне с величайшим трудом». Это пишет Чайковский о второй части Сюиты, меланхолическом вальсе, предшественники гениального вальса из шестой симфонии. Третья Сюита была впервые исполнена в Петербурге 12 января 1885 года в Пятом симфоническом собрании Русского музыкального общества под управлением известного немецкого дирижера и пианиста Анса фон Бюлова, страстного пропагандиста музыки Чайковского. Еще в 1874 году, ставя в Миланском театре Ля Скалле оперу «Глинки» Иван Сусанин, Ханс фон Бюлов в своей статье, посвященной русской музыке, писал о Чайковском. Чайковский – преемник «Глинки». Этот композитор, благодаря своей многосторонности, избежит остаться неизвестным за пределами Отечества. Третья Сюита, на мой взгляд, принадлежит к лучшим произведениям Чайковского. Глубина и яркость мышления, огромный эмоциональный заряд, симфонизм общей концепции сочинения, позволивший столь естественно соединить донсантно-дивертисментный финал с предшествующими частями, виртуознейшее мастерство Чайковского оркестратора дает нам полное право считать Третью Сииту Чайковского подлинным шедевром. Третья Сииту Чайковского 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!